Итак, это все-таки произошло. На пороге вашей организации стоит трудовой инспектор с плановой, или что еще хуже, с неплановой проверкой. Однако, прежде чем приступить к выполнению своих профобязанностей, он должен предъявить следующие документы. Служебное удостоверение, распоряжение на проверку, заверенное печатью и подписью руководителя. Что должно быть в распоряжении? В распоряжении в обязательном порядке указывается название компании, в которой будет проводиться проверка, дата начала проверки, фамилия проверяющего или проверяющего. Если один из инспекторов в документе не указывал, он не вправе проводить проверку. Предмет проверки. Важно, отсутствие в распоряжении предмета проверки делает документ недействительным. Как общаться с инспектором? Вежливость и еще раз вежливость. Конечно, проверка – это всегда неприятно, но подчеркнуто неприязненное или даже враждебное отношение скорее навредит работодателю, чем помог. Ведь зачастую именно от инспектора зависит, как в случае выявления нарушений будет определяться его объем. Например, неточности в трудовом соглашении можно счесть единичной ошибкой на одного работника, а можно применить ко всем сотрудникам компании, со всеми вытекающими финансовыми последствиями. Не стоит пытаться задолбать инспектора, особенно деньгами. Как говорится, уголовную ответственность за попытку подкупа должностного лица еще никто не отменял. Если нарушение все-таки обнаружено инспектором, выносится предписание о его устранении. Что должно быть в предписании? Дата составления, описание нарушения с указанием соответствующего закона. Что требуется исправить? Временные рамки, отведенные на устранение. Причем о выполнении необходимо сообщить в трудовую инспекцию. Важно! В случае, если недостатки не выявлены, предписание не составляется. Помимо этого, вне зависимости от итогов проверки составляется акт в двух экземплярах. Один для проверяющего, другой для работодателя. В нем указывается список документов, изученных инспектором при проверке и все обнаруженные им нарушения. Кстати, именно в акте работодатель может указать свое согласие или несогласие с результатами проверки. В случае несогласия у работодателя есть 15 дней с момента получения акта, чтобы письменно обжаловать предписание в трудовой инспекции. Можно ли избежать штрафа? Практика показывает, что нужно, особенно с учетом некоторой тенденции к смещению штрафных санкций. Как правило, штраф не налагается, если нарушение не очень велико или руководитель, виновный в выявленном нарушении, отсутствует по уважительной причине – отпуск, болезнь. Инспектор ограничится лишь предписанием устранить выявленные нарушения. Если виновный присутствует, то чтобы уменьшить сумму штрафа или вовсе его исключить, необходимо доказать инспектору, что нарушение было совершено впервые и что все последствия, которые могли бы возникнуть, из-за него уже предотвращены. Практика показывает, что это также возможно. Однако есть нарушения, наказывать за которые правоночен лишь суд и по которым предусмотрена уголовная, а не только административная ответственность, особенно если нарушения повлекли за собой вред здоровью. Не всегда наказание, вынесенное инспектором, является правомерным. Однако, прежде чем обратиться в суд, настоятельно рекомендуется проанализировать ситуацию на соответствие закону. Сопоставить с ним действия инспектора на наличие в них явных нарушений. В противном случае есть риск потерять и время, и финансы. В общем, перефразируя известное выражение, можно сказать – хочешь не бояться проверок, готовься к ним заранее. Знай, за что могут грозить штрафы и работать на опережение. Если у вас остались вопросы, обращайтесь к специалистам компании Роско. Они будут рады не только проконсультировать вас по теме, но и помогут вам в любой ситуации в взаимоотношении с проверяющей инстанцией. Роско. Доверь свой бизнес профессионалам.